Более тысячи кузнецких юношей и девушек этим летом покинут стены своих учебных заведений и получат дипломы с присвоенными им специальностями. Уже сегодня городская власть решила вплотную заняться информированием молодых людей по поводу их будущего трудоустройства и обеспечения жильём. Какие федеральные, региональные и муниципальные программы в помощь молодым людям действуют на территории нашего города и какие проблемы возникают в ходе их реализации. Об этом шла речь на встрече кузнецкой молодёжи с городской властью и специалистами ответственных служб. К сожалению, признаю, что они не на полную мощь работают, но денежные средства на реализацию всех этих программ есть. Почему не работают? Вот из этой встречи вместе сделаем выводы. Выводы делали работодатели и специалисты всех городских структур, управления образованием, здравоохранением, органов занятости. На сегодня в городском центре занятости населения почти 750 вакансий, большинство из которых вполне подойдут выпускникам 2011-го. Потребность в бухгалтерах на сегодняшний день 2 человека, 2 свободных вакансий. Кондитеров требуется 3 человека, поваров 14, пекарей 5, 2 медсестры могут найти на сегодняшний день место себе рабочее, 3 менеджера, воспитатели 2 человека, операторы-кассиры 3 и портные или швеи 160 свободных рабочих мест. Для тех выпускников, кто не сможет трудоустроиться, действует программа «Стажировка», на основании которой молодые специалисты могут получить временную работу, а затем и постоянную, если работодателя молодой человек устраивает. Для тех юношей и девушек, кто хочет стать бизнесменом и получить стартовый капитал в размере 58 тысяч, существует отдельный механизм. Он достаточно прост. Составляешь бизнес-план, разрабатываешь методику развития своего предприятия и получаешь деньги. Главное в этом вопросе, по мнению главы администрации, не потерять людей, имеющих желание открыть свое дело, а затем контролировать деятельность их предприятия. Здесь, кроме этого, помощь оказывает и государство, которое поддерживает начинающих предпринимателей в случае фиаско. Существует программа, которая позволяет уже открывшемуся предпринимателю еще раз воспользоваться суммой в 58-800, таким образом принять в себя на работу дополнительных специалистов. В дополнительных специалистах на сегодняшний день нуждается и система образования города Кузнецка. Вакансий в дошкольных образовательных учреждениях хватает, так что выпускникам многопрофильного колледжа будет из чего выбирать. В настоящее время в учреждениях образования есть вакансии воспитателей. В настоящий момент на постоянное место требуется воспитателей 4 человека. Временно, но так как, когда молодые специалисты приходят, но они имеют обыкновение в депрессный образ походить, 5 человек. Кроме этого требуются инструкторы по физической культуре 2 человека, а один музыкальный руководитель. И я думаю, что к сентябрю месяца от того, что в новых учреждениях, которые существуют дошкольного образования, мы планируем открыть 4 новых группы. Соответственно, появятся еще 4 вакансии новых воспитателей и 4 вакансии младших воспитателей. Кроме этого, предполагается, что к новому учебному году Кузнецкий детский дом будет реконструирован в дошкольное образовательное учреждение. И штат сотрудников в новый детский сад необходимо будет укомплектовывать полностью. Все эти мероприятия направлены прежде всего на то, чтобы как можно больше младых специалистов остались в родном городе и были трудоустроены, и по возможности обеспечены жильем. Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам жилищной политики и предоставлению жилья младым специалистам на основании городских жилищных программ.